Здравствуйте, дорогие друзья. Мы берем интервью у преподавателя на фестивале духовной культуры Муза 14-15 октября в Иерусалиме доктора Михаила Константиновского. Доктор, невролог, специалист по китайской медицине, специалист Дао, учитель Дао и учитель медицинской медитации. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста, включите звук. Включите, пожалуйста, звук. Все, сейчас. Слышите меня? Все нормально? Да, здравствуйте, я вас представила. Расскажите, пожалуйста, как вы начали свой путь духовный и как вы пришли к преподаванию? Ну, вообще, у меня интересно начался мой духовный путь. То есть при выборе, еще будучи в бывшем Советском Союзе, при окончании, так сказать, школы, я играл в школьном ансамбле, и я стал искать, так сказать, куда пойти учиться по принципу, где вокальный инструментальный ансамбль лучше, поскольку был рок-гитаристом. И я понял, что медицинский университет, самая хорошая музыка там, и я пойду туда, буду студентом медицины и заодно гитаристом рок. Вот, то есть как-то всегда мне внутренний голос подсказывал, что мне больше всего хорошо на душе, и я этот принцип, так сказать, продолжаю сейчас и обучаю этому моих студентов. И вот на протяжении времени обучения в медицинском университете я, так сказать, днем и вечером учился, а более позднее время репетиции и концерты. Вот, и когда я закончил, значит, университет, надо было выбирать профессию, и я стал думать, какая медицинская профессия больше всего меня притягивает, и мне, в общем, притянула неврология, потому что мне был интересен мозг. Как работает мозг, и каким образом он осуществляет коммуникацию с нашими внутренними органами. То есть я взял это себе как тему, и закончив, так сказать, ординатуру специализацию, я стал работать в больнице врачом-неврологом. Но я понял очень быстро, что это не то, что я думал. Вот, и, так сказать, мне очень посчастливилось, то есть меня от больницы, от отделения послали учить китайскую медицину. Тогда, в тот период времени, принимали на обучение китайской медицине, акупунктуре и глоукалованию только неврологов, не только то, что врачей, а только неврологов. Потому что объясняли нам так, что только человек, который понимает, как функционирует мозг и как он коммуницирует со всеми внутренними органами, можно понять точки акупунктуры и рефлексы, как это воздействует. И я уже тогда очень давно начал применять эти методы в мифологическом отделении, сочетая их с обычной конвенциональной медициной. Но я тогда уже понял, меня как-то резко вдруг осенило, что люди, которым мы помогаем, и мы их выписываем из больницы, через месяц, через полтора максимум, снова попадают в отделение. И тогда я взялся за исследование и стал опрашивать тех людей, которые возвращаются, стал им задавать вопросы. Скажите, мы вам помогли? Да, помогли. Было лучше? Лучше. Почему вы все-таки вернулись в отделение? И как один мне стали все говорить, доктор, понимаете, жизнь такая тяжелая, кругом одни стрессы, все от тебя чего-то требуют, ваше отделение – это самое лучшее место убежать от трудностей жизни, когда больной человек, с него меньше спроса. И тут я понял, столько лет учиться, чтобы дать убежище для людей от жизни, я задал себе вопрос, а существуют ли люди, которым здоровье важно действительно, которым это успех в жизни? И сразу получил ответ – да, есть. Ко мне стали привозить уже спортсменов высшего уровня в отделение, и тогда мне предложили перейти в Олимпийский центр подготовки и художественной гимнастики, тогда еще тот же в бывшем Советском Союзе. И я начал работать, прошел специализацию по спортивной психотерапии, спортивному гипнозу, и стал уже с того времени проводить, так сказать, подготовку, психологическую подготовку к соревнованиям, сочетаясь со всеми методами китайской медицины. И так, в принципе, у меня создался метод, потому что на каком-то этапе я понял, что техники гипноза, даже спортивного гипноза, они каким-то образом вызывают все-таки зависимость от того человека, которого я сопровождаю по жизни, от пациента, если это будет, или спортсмен. И тогда я понял, что надо создать систему, в которой каждый человек может практически менять свое эмоциональное и психологическое состояние. То есть поставить перед собой цель и добиваться этой цели при помощи тех методов, которым я обучаю. Вот это был мой путь, который я продолжаю, так сказать, всю свою жизнь. Потом уже по приезде в Израиль сразу обо мне уже слышали, потому что уже обо мне знали во всех странах. И я сразу стал работать с олимпийской сборной Израиля. Тогда она еще не была олимпийской, тогда это было на уровне таком. А потом мы поколение за поколением в течение 30 лет вырастили до олимпийской чемпионки. И всех сборные, и групповые, и все поколения со всеми тренерами. Так что с 2000 года я решил, что это не только для узкого круга, а это надо дать всем. И вот я преподаю уже 22 года, преподаю на курсах, на семинарах, на вебинарах, преподаю медицинскую медитацию. И просто я хочу отметить, чем она отличается от обычной медитации. То есть в обычной медитации мы можем взять любой предмет для медитации, любой объект и медитировать на него. Медицинская медитация, объект нашей медитации, это наше тело. Конкретно внутренние органы, конкретно легкие почки, селезенка, желудок, сердце, поджелудочная железа, кишечник, все органы. И мы работаем с ними, то есть настраивая их на абсолютно правильную, приемлемую работу, которая принесет нам результаты в жизни. И это довольно, так сказать, метод эффективный, потому что на протяжении 5 лет я проводил это в Хулоне в онкологическом центре. И это было финансировано фармацевтической компанией. То есть люди получали химиотерапию через инфузию. И в это время делали упражнения по медицинской медитации, чтобы убирать побочные действия лекарств. И было доказано практически, что почти к нулю мы сводили все неприятные ощущения от фармацевтических препаратов. Вот так что эта вот тема, она очень интересная, и я вижу в ней большое будущее, потому что я наблюдаю за своими студентами. У меня есть еще студенты с 2000 года, и я вижу их на протяжении всей жизни, которые были в самых первых группах. И к чему они пришли в жизни, как они добились успеха, как они себя чувствуют. То есть у меня есть, так сказать, наблюдение за, длительное наблюдение многолетнее за моими выпускниками. Вот, так что вот ответ такой не очень краткий. Но ответ это по жизни. Потрясающе. Вы зато ответили сразу на несколько вопросов. Ваша тема на Музе. И вот вы затронули то, что вы занимались много лет. Это именно касается мышления мозга. И я тогда задам вот такой вопрос. Наша тема на Музе – сознание Иерусалима. Как вы думаете, каким должно быть мышление человека будущего? Ну, естественно, чтобы это будущее было позитивно, как мы все хотим. Мы сейчас живем в таком мире, где перемешались понятия позитивного и негативного. То есть за два года у нас позитивное стало негативным, а негативное – позитивным. Поэтому я бы говорил о созидательном мышлении. Согласна. Да, креативное, созидательное мышление. Потому что сейчас эта тема очень поднимается в мире. Даже говорят в социальных сетях о новом созидательном обществе, которое будет строиться над другим принципами. Собственно, тема моего выступления, моей лекции на фестивале Музы – это будет «Дава пробуждения света». И эта тема говорит о том, что мы не должны, мы хотим соединить в себе три основных центра. Это разум, это эмоции и тело. И у нас в медицинской медитации есть прям определенные понятия. Разум, точка разум у нас находится чуть выше между бровями. Точка эмоций у нас находится в середине грудной клетки. А точка тела у нас находится в области пупка. И вот когда мы соединяем все три центра вместе, я буду эту медитацию давать, то мы объединяем, вот все сознание у нас вместе идет с эмоциями, вместе идет с телом и создается полностью соединение. Вот поскольку Иерусалим – это город мира, и у него корень его – это шалом, это шлемут, вот медитация направлена на создание вот этой целостности. Кроме всего прочего, я на фестивале выступаю не только как лектор, еще как музыкант, потому что в конце я исполню, может быть, две или три песни из нашего жанра. Есть определенный жанр, который я создал, мы создали своим коллективом по принципам обучения в Америке, как идет, сейчас я привозил диск туда, который мы записали на семинар. Это называется self-help music. То есть это песни, которые являются самопомощью человеку. То есть человек может три раза в день как лекарство слушать эту песню, и у него идут процессы преобразования, потому что смысл этих песен, он построен так. Значит, в куплете мы охарактеризовываем проблему, а в припеве мы даем решение этой проблемы. Вот так строятся все песни. И вот эти песни тоже у нас есть на английском, на русском и на еврейском. То есть мы сделали диски, диск записали своим коллективом. Сейчас, правда, за последние годы каждый играет отдельно, но я продолжаю, так сказать, я буду исполнять их под аккомпанемент, который мы записывали для дисков, часть из наших, со своим исполнением тоже. Вот, так что и там будет продолжение этой темы. То есть есть у нас песня, которая называется «Ор Иерусалим, свет Иерусалима», которая очень сильная, и она действительно поднимает очень большие эмоции. Мы ее написали в 2013 году, когда я проводил в Иерусалиме семинар по медицинской медитации. И что самое интересное, что в зале сидели все и раввины, и религиозные женщины, и мужчины, и нерелигиозные. Все сидели в одном зале без всяких перегородок, и все, так сказать, проходили этот процесс. И у меня родилась эта песня, слова, и мы написали ее. Вот, так что вот такая вот тема. И вот это вот то, что вы спросили, что у нас основные цели есть. Когда мы работаем с сознанием Иерусалима, это в первую очередь исцелять и любить самих себя. Потому что люди очень часто путают определение любви к себе. Есть очень четкое определение, когда мы отделяем эгоизм от любви к себе. Интересно вам это слушать или я много говорю? Мне очень интересно. Скажите, раз идет. Кому нужно, тот дослушает до конца, получит этот подарок. Я уже заканчиваю. Просто эта тема довольно интересная, и я все время ее поднимаю, потому что все время задают вопрос, как это любить себя, это эгоизм. Есть очень четкое определение любви к себе и эгоизма. Любовь к себе – это когда мы делаем себе хорошо, сами делаем себе хорошо, а эгоизм, когда мы требуем этого от других, чтобы они нам делали хорошо. И вот это основная тема, это три цели в дау пробуждения света. Это постижение искусства любить себя, исцелять себя. Вторая цель – постижение искусства исцелять и любить ближнего. И третья – это постижение изначального источника и умение отыскать его в себе. Вот Иерусалим, сознание Иерусалима, оно приближает нас к источнику. То есть ближе нельзя быть. И вот когда мы пропитываемся этой энергией на этом фестивале, так что я думаю, что это интересно может быть всем. Спасибо. Я очень счастлива, что вы будете на фестивале, фестивале духовной культуры «Муза» 14-15 октября, потому что то, что вы сейчас сказали, это просто потрясающий подарок даже тем, кто будет на фестивале. Я думаю, что на этом можем закончить. Хотите попрощаться, что-то сказать? Это еще в напутствии. Я просто буду рад всех видеть на фестивале «Муза» и на своей лекции, и на последней части, которая будет творческой, так сказать, в виде концерта, заключительной части фестиваля. Я буду в субботу, 15-го числа. В субботу, 15-го числа. Да, моя лекция будет к закрытию фестиваля. С вами был доктор Михаэль Константиновский. Его лекция в субботу и музыкальная часть тоже, как в завершение. Да, в завершение. Иоанна Сита Кармелицкий. Мы ждем вам на фестивале духовной культуры «Муза» 14-15 октября в Иерусалиме. Всего доброго. Спасибо большое, Михаэль. До встречи. Спасибо, до встречи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»